Соседи враждуют, крыши текут, дома разваливаются Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся На жалобы жильцов не реагируют Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз Земля раздора, а жительница Барнаула уже несколько лет воюет с соседом за участок земли Я что расстраиваюсь, видите, как они близко построили А тут еще труба была, я сгорю и все Время платить по счетам Барнаульцы требуют компенсацию за порчу имущества во время урагана Юристы дают совет, как добиться справедливости У нас вывесок, например, тех же самых, да, или фасадов тысячи Оторвались единицы Ну, это, наверное, о чем-то говорит, наверное, о том, что они были ненадлежащим образом закреплены В промышленной зоне Барнаула кипят нешуточные страсти Соседи не могут поделить земельный участок За несколько соток борются уже несколько лет И никто не готов уступать Можно ли найти компромисс в этой истории и помирить соседей? Мы попробовали выяснить Понимаете, как у нас было? Пять суток Мы всеми хозяевам разделили эти пять суток Разделили Две с половиной им сутки Две с половиной мои сутки И я свои две с половиной использовала Он у меня вот до стороны просто как держало для постройки, для дров Вот, достаточно А дальше я использую для посадки деревьев Земельный участок возле дома несколько десятилетий был в свободном доступе Нина Соколова использовала его по максимуму Построила сарайку для хранения дров На оставшемся участке садила зелень, клубнику, малину Но малина кончилась три года назад Землю забрал сосед, возмущается пожилая женщина Кусарники и сарайка пошли под снос Зато появилась новая жилая постройка Причем в непосредственной близости от дома женщины Я вот что расстраиваюсь, видите, как они близко построили А тут еще труба была Я сгорю и все У нас каждый год Там три квартиры сгорело Там три дома сгорело Там пять домов Я просто-напросто сгорю Нина Соколова проживает в промышленной зоне Барнаула В частном доме Вот только жилплощадь не узаконена Самовольные постройки в промзоне долгое время официально оформлять было нельзя Рассказывает пожилая женщина А сейчас второй год по путинскому приказу По просьбе разрешили узаканивать Ага И вот мы пытаемся Но пока безуспешно А вот что касается соседа Сергея Васильева На которого жалуется женщина Узаконить свои постройки мужчина смог И сосед искренне не понимает, чем недовольна его соседка Ведь она сама вплотную пристроилась к чужому дому Она построила тоже вплотную к забору Забор забрала и построила вот эту жару Вот она, видите? Туда уже не пройдешь, потому что она там забор сломала И она жалуется, что боится пожара Так она к нашему, получается, пристроила здесь Две стороны конфликта, две правды Мирно решить вопрос соседи не могут За клочок земли борются в суде А пока идет тяжба Нина Соколова пытается узаконить свои постройки Тоже в судебном порядке Но буква закона пока не на стороне женщины Почему? Большой вопрос Ведь сосед же получил документы на постройки В промышленной зоне города Ураган прошел, а последствия остались Буря в Барнауле навела шороху Пострадали многоэтажки и припаркованные возле зданий машины Со стихией компенсации не получить А вот с ответственных лиц вполне возможно, как бы те не открещивались Коммунальные эксперты расскажут, как добиться выплат Если мы говорим об автомобилистах То нужно посмотреть, на чьей территории был расположен автомобиль Транспортное средство Кому принадлежит, соответственно, эта территория Если это прилегающая территория к многоквартирному дому То у нас управляющая компания отвечает за произошедшее И за возмещение ущерба Если это какие-то нераспределенные территории Или вот так называемые белые пятна То есть достаточно просто-напросто В месте нахождения автомобиля Открыть с сотового телефона Публичную кадастровую карту Спозиционировать себя на местности И мы будем, собственно говоря, видеть Плюс-минус, в чьей собственности находится земельный участок То есть частная, прилегающая к многоквартирному Или это какая-то общественная территория И, соответственно, за такого рода территории и земельные участки Несет ответственность администрация города Барнаула В Барнауле Ну или органы местного самоуправления Соответственно, вот той территории, где произошло То есть Бийск, Рубцовский, далее по тексту Если мы говорим о, допустим, имуществе, которая пострадала То есть у нас очень много там вывесок, сорвало и прочее Здесь тоже мы идем от принадлежности Если это на нежилом здании расположено То собственники или собственники такого нежилого здания Также у нас есть случаи вот обращения, когда части фасада отрывало И вот, в общем, такой хлопок своего рода образовался по застекленным оранжереям, балконом И, соответственно, там были разрушены стекла и остекление балконное Ну, в данном случае, наверное, еще и вопрос, учитывая, что дом новый То и к застройщику, и к управляющей организации Здесь, как бы, потребитель слабая сторона в этой ситуации И он не обязан четко для себя понимать, кому конкретно свои претензии адресовать То есть он может адресовать и застройщику, и, соответственно, управляющей компании А там уже они друг с другом там повзаимодействуют Определяться, чья же все-таки это вина Плохо закрепил застройщик и сдал так дом Или управляющая компания недосмотрела И, как бы, ненадлежащим образом содержала дом И в результате произошел отрыв частичный, да, и повреждения Вот, если ни те, ни другие не выплатят и не придут к консенсусу, кто же выплачивает Бывают ситуации, когда и пополам делят, там, или 30 на 70, или еще как-то Застройщик с управляющей компанией Если ни того, ни другого не произошло Ну, то есть в этой ситуации потребителю ничего не остается, кроме как обратиться в суд А уж суд-то там точно разберется, чья же все-таки это зона ответственности Но ситуация для управляющей компании, для застройщика Она несколько будет носить такой более тяжелый характер Потому что здесь уже выплаты будут в разы больше, чем человеку можно выплатить добровольно Вот на основании той оценки, которую проведут независимые, например, да, какие-то организации И посчитают сумму ущерба Погодные условия, и я думаю, что здесь причинители вреда Они будут достаточно внимательно к этому относиться Стараться упирать, предоставлять там различные справки из органов у нас Которые мониторят погодные условия и так далее Но здесь, опять же, вопрос оценки суда, с одной стороны С другой стороны, ну, у нас вывесок, например, тех же самых, да, или фасадов Тысячи оторвались единицы Ну, это, наверное, о чем-то говорит, наверное, о том, что они были ненадлежащим образом закреплены И, ну, не такие уж это и ураганные были явления И вот, ну, как бы из практики судебная на сегодняшний день Даже не то, что уйти от ответственности со ссылкой на вот такого рода справки А даже просто ее в какой-то степени уменьшить Ну, не так много и не так часто это происходит на самом деле То есть это не цунами, не какое-то там наводнение и так далее Да, какое-то, действительно, которое носит форс-мажорный характер Это, ну, такие достаточно жесткие природные явления Но, между тем, они должны, ну, быть нивелированы теми организационными мероприятиями И какими-то действиями ответственных лиц И должны были быть предотвращены На этом все Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема Которую нужно решить Звоните в редакцию телеканала Толк Пишите нам в социальных сетях Или оставляйте заявку на сайте С вами была программа «Коммунальный патруль» До встречи Субтитры создавал DimaTorzok